Надо признать, протесты в Беларуси некоторое время шли по четко намеченному плану. Или по маршруту. Примерно по тому, по которому водителя ведет навигатор. Поверните налево, через 300 метров поверните направо. Да, это удобно, если не знаешь маршрут. Но если понимаешь, что едешь или идешь не туда, останавливаешься. Тогда думаешь сам и принимаешь решение сам. А голос начинает настойчиво повторять. Вы ушли с маршрута. Похоже, это та самая ситуация, когда навигатор повел не туда. Да и непонятно, кто этот навигатор, кому принадлежит голос. Последний месяц лета. И политика касается каждого в этой стране. В день выборов 9 числа навигатор призывает приходить к участкам вечером. А уже на следующий день бросает клич к борьбе. С применением насилия, разумеется. Иначе, как объяснить вот эти слова? Закупаем защитную экипировку. Выводить из строя спецтехнику. Блокируйте дороги. Дальше по списку всеобщей забастовки. Но работает это плохо. И на 16 августа назначается первый марш. Главный призыв – бастовать. Но люди не спешат покидать работу. В дело вступают фонды, которые обещают помочь бастующим. Но страна работает. Новые марши называют по-разному. Но пик протестов начинает падать. Расскажите, а вы с МТЗ? Нет. Я ничего не хочу. Я просто здесь стою. А вы кем работаете? Тоже на заводе где-то? Нет. Почему вы на ту белорусскую землю, где из калечия, не пошли? Почему вы спокойно Гомель пришли? Почему вы Сильмаш пришли возбуждать? Видя, что проехать не получается, условный навигатор меняет маршрут. Появляются черные книги карателей, пособников. Бьют по нервам, по семьям, по родственникам и даже детям. Новые марши назначаются, как и прежде, из-за рубежа, где к тому времени осели почти все из координационного штаба. Они уехали. Мы остались. Мирные протесты ничего не дают. И тогда объявляется о создании четырех фронтов. Протестного. Те самые забастовки. Экономического. Не платить коммуналку и налоги. Информационного. Читать только телеграм-каналы. И политического. Отзыв депутатов. Параллельно создание телеграммных министерств. Солидарность. Защиты. Но ничего глобального не получится. Все четко. Ставку делают на школьников и студентов. Призывы такие же. Переводите детей в частные школы. Не ходите на занятия. Параллельно давят на тех, кто работает. Бастуйте, истошно орет голос навигатора. Но у проходных стоят вовсе не рабочие, а возле министерства образования не учителя. Мы не наставники. Мы Купаловский театр. Скажите вы, вы наставники пришли по термати. Так само по термати. Я не учитель, я не могу сказать, как они. Единство. Против репрессий. Героев. Названия у маршей громкие. Но в актив можно занести себе лишь сброшенные калории под пройденные километры. Результата нет. Тогда подключают хакеров, которые называют себя кибер-партизанами. Подход все тот же. Направить маршрут по самой плохой дороге. Сломать машину. А на самих акциях вводят новое правило. Нападать на сотрудников милиции. Запомните, именно месяц назад начнутся первые признаки агрессии. Никакого мира. Только жесткач. Но есть ответная и адекватная реакция. Тогда голос навигатора меняют на женский. Может быть это поможет? Женщины у нас красивые, но пожалуй не для протестов они созданы. Тогда новая идея. И маршрут сворачивает во дворы. Но митинги на площадках поддержку не находят. Шумные акции мешают соседям. А чего хотели? Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Ирина, снимай! Ирина, снимай! Смотрите! Иди домой! Ало, ало, Витя, а чего вы трогаете меня? Иди домой! Иди ты! Иди, не воспитанная! Не, блядь, импотенту! Грубьянка! 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 А вторая грубьянка! Навигатор все больше путается, ведет не теми дорогами. Заворачивает даже в Украину, где местные неонацисты на своих маршах УПА несут флаги белорусской оппозиции и открыто поддерживают протестующих в Беларуси. Им бы не знать, как это было. Но сами уличные активисты начинают все больше раскаиваться. Мол, начитались телеграм-каналов, насмотрелись видео в интернете. Ничего не делать, потому что вначале не задумываешься, а когда сталкиваешься с этим, получается, ты уже осознаешь. У меня же не было никогда никаких задержаний. Может быть, это под воздействием эмоций? Не знаю, потому что... Да, ну, где она? Что-то я пересмел в прогонах, и мы это видим. Я разместил оскорбительный комментарий под фотографией сотрудника милиции Лесского ВВТ Жарикова, о чем публичном прошу прощения о глупом, неосознанном поступке. Тогда еще одна попытка создать независимые профсоюзы. Увы, холостой выстрел, запрещенный прием, дети, но их тащат на митинги, что выглядит просто дико. Из-за океана айтишники показывают приложение, якобы срывающее маски. На деле просто фейк. 50 дней протестов, результата нет. И тогда зарубежные кураторы-навигаторы решаются. Перепробовали все, не получается. Теперь жги-гуляй. Давай добавим огня. Горят покрышки в столичных микрорайонах. Перекрывают улицы, баррикады на проспектах. В протестных пробках стоят машины скорой помощи. У простых людей начинают сдавать нервы, и некоторые разбираются со змогарами по-своему. И со словами, как же вы достали. А задержанные-то не из простых мирных граждан оказались. При себе дубинки, биты, заточки. Арсенал, не меньше. Теперь уже никаких мирных протестов. Они и сами это не скрывают. Особенно, когда агрессия подкреплена деньгами. Я ошибался. С чем? С чем? Только что преследовал мне мои цели. Ввиду своего возрастом. Рекомендую не посещать. Почему? Ну, потому что, возможно, не все протестующие мирные. То есть, применяют насилие сотрудниками лица. Что вы еще сегодня должны были сделать? Встретиться с людьми, поговорить. Все. Обсудить все вот эти вопросы. Поджег-то в лакерке. А в связи с чем вы хотели ее поджечь? В знак протеста. Кто вас попросил это сделать? Координатору, ***. Вы его знаете? Нет, не знаю. Сколько он вам заплатил за это? Тысячу долларов. И как бы дальше не зазывали на марши, и как бы не называли их, и какие маршруты бы выстраивали, все. Этот навигатор сломался. Если техника не работает, если она начинает искрить, здравомыслящий человек ее отключает и выбрасывает. Около Рублевского магазина собралось, наверное, человек 40. И что они тут вытворяют? Орут эти вопли «Живе Беларусь!» Достали они уже тут. Возитель троллейбуса третьего маршрута, госномер 2617. По улице Нестерова, в сторону Ильинской, здесь эти белокрасные посреди дороги не дают проехать. Скопление машин получает. Так. Мост пешеходный через скат. Человек 10. Там подсветка ламповая идет, они перекрашивают ее в эти. Другие махают флагами. Все больше тех, кто хочет спокойной жизни, чтобы не бояться за своих детей, не думать о том, как выйти из дома вечером и как доехать домой. А чего можно добиться таким путем? Ничего абсолютно. Только раздолбать город. В основном-то на наш город приходится. То, что сейчас творится, это, конечно, бардак. Просто хотят раскачать. Они ничего не добиваются. Они просто хотят, чтобы были качели. Все время качалось. Это мое мнение. На самом деле этих устраивают люди, которые не знают ценности мира в нашей стране. Потому что мы все пережили 90-е. Мне уже достаточно много лет. Я хочу жить в мирной стране. Но идет самая настоящая травля тех, у кого есть свое собственное мнение. Им пишут оскорбления и угрозы. Их заносят в черные книги. В сети выкладывают телефоны и адреса. И даже контакты родственников. Зачистка идет даже среди своих. Уже я стал предметом буллинга. Меня называют предателем. За что? За то, что я предлагаю президенту выборность всех органов власти, независимость судебной системы и выборность в том числе президента не более двух сроков. То есть за это я уже предатель. А зарубежные кураторы не унимаются. Анонимы в телеграм-каналах призывают разгореться пламени еще больше. Давай, давай, выходи. Надо больше, надо жестче. В Евросоюзе, который облажался, иначе не скажешь, с санкциями, за этим наблюдают и даже про помощь намекают. Мы все готовы предложить такую поддержку, как только будет переход к демократической Беларуси. ЕС остается приверженным поиску путевыхода из кризиса в Беларуси. Но не обольщайтесь поддержки и не облизывайтесь на слова Запада. Читайте между строк. Мы, возможно, вас поддержим, если вы победите. То есть идите на улицы, поджигайте, бейте друг друга, калечьте. А мы на это посмотрим. Вот до какого уровня выросла цена. Пленных не берем, а раненых добиваем. И неужели мы все этого достойны? И неужели все мы этого хотим? Может, хватит уже? Алексей Кряквин, Анатолий Занкович, Контуры.